Два раза в год, весной и осенью, в Искорку съезжаются студенты из города и области, чтобы выявить самых смелых, ловких, находчивых и творческих ребят. На протяжении нескольких дней команды соревнуются в туристических, спортивных и творческих конкурсах. Не было года, чтобы программа мероприятия оставалась одинаковой, не стал исключением и нынешний 21-й фестиваль. В этом году появились также творческие конкурсы, кровеческие конкурсы. Если ребята получили задания по тем видеороликам, если раньше пропагандировали занятия туризмом, здоровый образ жизни, то в этом году уже была такая патриотическая направленность «Любив свой Брянщин», «Любив свой родной край». Поэтому видеосюжеты появились рекламного характера, пропагандирующие наш родной город. К слову сказать, каждому последующему фестивалю ребята сами придумывают конкурсы и соревновательные виды. У нас появился новый вид, это мастер-классы. Вот сегодня вы видели, ребята показывали свои таланты, пытались передать навыки, какие-то умения другим, поделиться. Кроме того, в этом году мы проводили в новой форме интеллектуальный конкурс. Он был очень ажиотажный, очень интересный, эмоциональный. Антон Фещенко – капитан команды «Политех». Постоянный участник фестиваля на мастер-классе ребятам из других команд показывает, как из обычной нитки воздушного шара и клея можно за несколько минут сделать оригинальные декоративные поделки. Прежде всего, это ловцы снов и декоративные шарики с подсветкой. Мы пользуемся, как вы видите, популярностью, хотя бы небольшой. Людям нравится, нам тоже очень приятно. И хотим, конечно, чтобы как можно больше людей научилось делать такие поделки. Спортивные соревнования, силовое многооборье с гирями и танцы. Всего больше десятка мастер-классов преподали команды друг другу. Творчески реализовать себя смогли участники всех 11 команд. Здесь же ребята учились необычной технике рисования брызгами красок. Нетрадиционное использование инструмента для чистки зубов довольно распространено, но не устает при этом быть интересным. Ведь здесь вместо кисточки рисовать приходится зубной щеткой. Ну, прикольно. Вот пришел, научили. Взял чистый листочек, а тут такая красота получается. Не так часто этим ребятам приходится надевать строгие деловые костюмы. В приоритете все больше спортивная и повседневная одежда. Однако навыками завязывания галстуков, убеждены эти парни, должны обладать все молодые люди. Именно поэтому конкурс на самое быстрое и красивое завязывание этого аксессуара пользовался особым успехом усиленной половины. А это спидкуберы. Именно так называют тех, кто на скорость собирает кубики Рубика. Руслан – один из них. Разноцветную логическую игру может привести в идеальное положение за полминуты. Сложность. Дело в том, что сначала вы должны для себя определить, как вы хотите, просто научиться или быстро. Исходя из этого уже, собственно, я буду учить, и они для себя выберут те или иные способы по скоростной сборке кубика Рубика. Наряду с творческими конкурсами особое место за спортивными и профильными туристическими соревнованиями. Ребята выходят в лес каждый на свою дистанцию. Дисциплины для них вполне привычные, а значит и выполнены они брянскими юными туристами на высшем уровне. Татьяна Глазова, Андрей Мазунин, События Брянск.